Awecoder ни для кого не секрет, а возможно для кого-то это и будет открытием, но после университета шанс найти работу своей мечты приближается к нулю. Но что если мы бы хотели выбрать несколько другой путь и воспользоваться своей молодостью, возможностью делать ошибки, чтобы замутить свой стартап? Или же у нас есть прекрасная идея и мы просто постоянно мусолим ее у себя в голове, думая, что же с ней делать? Поскольку я обучаюсь в славном городе Сасгемптон, у нас достаточно много сервисов, которые помогают в плане развития стартапа от идеи порой до осуществления, до, скажем, момента, когда в твой стартап уже вкладывают деньги. И цель этого видео не повыпендриваться, а показать, какие сервисы. Возможно, в вашем городе они не объединены под одной крышей альмаматора и придется их поискать где-то отдельно, но в моем случае они довольно удобно все расположились внутри института и это и есть кайф. Итак, какие сервисы могут быть в помощь стартаперам, которые хотят начать? Первый сервис это совет. Совет да любовь. Как же нам без советов? Отличительная особенность данного мероприятия в том, что он состоит из нескольких сессий один на один с человеком, который, как правило, не является каким-либо инфобизнесменом, продающим курсы, а является действующим предпринимателем, который любезно согласился вернуться в родной альмаматор для каких-то своих альтруистических целей подкачать новоделов. Либо это человек, у которого закончились идеи и он, возможно, ищет себе кого-то в напарнике, кроме того, данный сервис помогает также и с так называемой визой, стартап виза в Великобританию, что есть тоже здорово. Двигаемся дальше. Конечно же, вебинарчики. Вебинары у нас называются Design Your Future. Очень пафосное название. И, по сути, это серия из нескольких бесплатных вебинаров, в которых рассказывается, как и что делать, чтобы идея из твоей светлой головушки очутилась на столе у инвестора, либо еще лучше приобрела себе своих первых клиентов и двигалась дальше. Итак, вебинары состоят из часовых сессий. Их ведет, как правило, несколько также предпринимателей, куча приглашенных гостей. Все рассказывают, какие у них были опыты удачные, неудачные, чего можно избежать, чего избегать не надо. И все это добро длится аж до апреля. Следующая секция – это соревнования идей. Смысл в том, что, даже не имея на руках продукт или даже прототип, можно прийти и сказать, вот у меня есть такая идея, как вам такая штука, дайте мне денежек. Данный приз не является кучей бабла, это не инвестиция, это просто для того, чтобы люди продолжали производить идеи и были уверены, что их идеи кому-то нужны. Итак, можно выиграть за лучшую идею 500 фунтов, либо 5 человек с менее крутыми идеями выиграют по 100. Но если ты не хочешь быть предпринимателем, нанимающим себе кучу народа, или хочешь работать один, то вполне можешь заделаться в фрилансеры. Для этого существует Freelance.com. Что тут есть? Его ведут действующие фрилансеры, которых можно встретить на платформах, которые осуществляют какой-то консалтинг. И, собственно, опять же, длится это все несколько часов. Люди приходят, либо в наши времена они приходят в онлайн, и действующие фрилансеры, опять же, рассказывают, что надо делать, как надо делать, и что самое важное все делают, то есть берут свою идею. Вот давайте этим сейчас и займемся. Ну и, собственно, по итогу буткампа ты становишься каким-никаким, а фрилансером. Дальше уже все в твоих руках. Катализатор является ускоренной версией буткампа для предпринимателей, то есть всех загоняют в одну банку, где они варятся. До этого они проходят подготовительную работу, чтобы не тратить время на разъяснение каких-то бизнес-моментов, которые можно было посмотреть, но кто-то поленился. Так вот, чтобы такое не произошло, собственно, проводится предподготовка. И в день самого катализатора всех загоняют в Southampton Science Park, и народ буквально с утра до вечера им дается идея из индустрии. Идея не такая, что там давайте сделаем мир во всем мире, а весьма конкретная. Как правило, эти идеи сбрасывают сюда действующие бизнесы и пристально глядят за теми, кто участвует в таком катализаторе, потому как самые умные головы будут замечены, и впоследствии им будет предложена либо работа, либо дальнейшая поддержка в разработке. Ну, собственно, дальше финансирование. Спонсор в Southampton является банк Santander, и здесь главный приз уже, собственно, спонсирование, это 30 тысяч фунтов. Для этого нужно теперь уже не только представить идею, но и представить план и желательно прототип. Все предыдущие года выигрывали те, кто уже занимался своей идеей, был где-то на полпути к выпуску MVP, либо уже обладал MVP, и такие люди, как правило, выигрывают. Просто прийти и сказать, у меня есть такая классная идея, дайте мне 30 тысяч, такое будет отсеиваться на подготовительных этапах. Ну и, собственно, два раунда в декабре и в июне. Можно вполне себе поднять первые бабосики на твой замечательный стартап. Двигаемся дальше. Поскольку стартап это не только код, если мы говорим про программирование, но и куча прикладных вещей, с которыми приходится сталкиваться молодому или не очень стартаперу, вещей из области бизнеса, то для этого подготовили целый курс по основам бизнеса. Это сообщество Fish and Toes, которое занимается как раз взращиванием предпринимателей. И в рамках этой инициативы существуют как и курсы, так и приходящие спикеры, которые являются действующими предпринимателями в совершенно различных нишах. Поэтому обсуждаются такие темы, как нетворкинг, как создание бренда и маркетинг, получение средств. Многие слышали, наверное, про книгу Lean Startup, так вот, как этот подход применяется к бизнесу. Приходящие спикеры, искусство переговоров, как начать бизнес, финансовые аспекты и прочее, прочее, прочее. Так все это выглядит. И так называемое Venture Fest. Это фестиваль, где венчурные капиталисты, которые вкладываются в технические проекты, ну и не только, на самом деле, приходят и занимаются поиском следующей большой штуки, в которую можно вложить. Вот как это выглядело до тех времен, когда мы живем. Сейчас это, естественно, все проходит онлайн, но впоследствии все это вернется в такое шикарное сообщество. И это не является каким-то митапом, где все встретились, поговорили, спасибо, до свидания, классно, пожрали бесплатные сэндвичи. Нет, туда приходят люди именно вкладывать. И если они находят стоящий проект, а такие проекты были, о них я поговорю в самом конце видео, то они вкладывают деньги. Но и это еще не все. Многие видели передачу Dragons Den, где люди приходят, питчат свои идеи и несколько инвесторов, сидящих за столом, говорят, мы хотим эту идею, мы вложимся или мне это неинтересно. И для таких мероприятий есть отдельное имя, это Future Worlds Dragon Den. Происходит именно все вот это. 600 тысяч фунтов инвестиций для студента. Это, я считаю, неплохо. Вот компании, занимающиеся в институте стартапами Future Worlds. Они также предоставляют кучу различных сервисов. Это примеры того, что можно через них раздобыть. Если же ты занимаешься, например, кибербезопасностью, то ты вполне себе можешь поднять 800 тысяч или часть этих денег. Как проводить питчи, как строить команду, как проводить спринты, как аутсортить и прочее и прочее и прочее. Если же нужно кодить, но кодинг это не самый сильный твоя сторона, то можно обратиться к инициативе под названием Southern Codes, где программисты научат тебя кодить. Если ты хочешь сделать какой-то продукт и тебе нужен сайт, приходишь туда, говоришь, что тебе нужно, все это бесплатно и тебя учат делать сайт. Хочешь приложение, иди туда, тебя научат делать приложение. Ну а теперь, собственно, несколько стартапов. Как видите, в правом верхнем углу у некоторых из них написано SES 2021. И это именно то, что вы подумали. Отсюда они направились прямиком на выставку SES. Итак, некоторые из них, Dynamon, при помощи Big Data, они экономят деньги компаниям, оптимизируя их маршруты относительно топлива, расстояния и прочих интересных штучек. В них уже вложили 150 тысяч фунтов, и они уже поднимали полмиллиона весной 2017 года, 4 года назад. Или, например, Service Boon, который является ассистентом для рекомендаций, для покупок на базе, естественно, искусственного интеллекта. Их сервис встраивается в различные уже готовые магазины, и он занимается оптимизацией рекомендаций для их клиентов. Еще один сервис Arch AI, опять же, использует искусственный интеллект для нахождения мест археологических раскопок. Их продукт уже вовсю работает и позволил найти несколько сотен новых мест для раскопок, информацию о которых выкупили себе различные археологические сообщества. Какая же Англия без спорта и футбола в частности? И стартапы, Sentient Sports помогает клубам анализировать статистику игроков и делать выгодные покупки и прочее. То есть, вместо всей этой медийной мишуры о том, сколько игрок забил голов в прошлом сезоне, они оценивают целиком всю его статистику и рекомендуют лучший выбор для определенных клубов, также работающий сервис. Пока мы с вами сидим, смотрим это видео, этот улыбчивый паренек меняет мир. В частности, при помощи своего сервиса AppSolar и, опять же, искусственного интеллекта, помогает уменьшить выбросы углекислого газа. Путем выявления и нанесения на карту мест, где присутствуют выше нормы выбросы CO2 и, таким образом, помогая городам бороться с такой проблемой, перенаправляя трафик, перенося некоторые инициативы в так называемую зеленую энергию и прочее. Опять же, все это зародилось в университете. И напоследок хочу сказать, что наверняка у многих этих ребят в голове тоже были страхи, что это никому не нужно, это не получится. Но вместо того, чтобы мусолить эти страхи у себя в своей головушке, они все-таки не побоялись работать дальше. И не важно, в какой стране вы сейчас находитесь, на самом деле, если даже этот стартап не будет востребован где-то у вас в родных краях, имея на руках готовый продукт, вместо оправдания у себя в голове, почему я не хочу это или не могу сделать, поможет изменить жизнь. Многие из этих ребят, кстати, не являются британцами. Благодаря своим идеям, своему упорству, они получили так называемую стартап визу, они получили возможность учиться за границей и в итоге остаться здесь жить. На самом деле, есть куча идей, есть куча акселераторов, инкубаторов, которые могут помочь вам изменить то, где вы живете, в лучшую сторону. А с вами был Ви, ставь императорский палец вверх, подписывайся на канал, бей в колокол, до связи.